Здравствуйте! В эфире новости. О самых главных событиях этого дня расскажут наши корреспонденты я, Анна Костина. Вот что будет далее в нашем выпуске. Коронавирусом болеют целыми семьями. Главврачи Оренбургских больниц рассказали, как медучреждения борются с ковидом и кому оказывают помощь в первую очередь. Перенос старта строительства цеха механического обезвоживания подорвал доверие жителей Южного Урала к Денису Паслеру. Они обратились за помощью к президенту. Всемирный день борьбы против рака. Оренбуржцы, победившие онкологию, рассказали о своем опыте. Об этом и многом другом смотрите далее в выпуске. Начнем с информации о эпидситуации в регионе. Нагрузка за последние две недели на медицинских работников увеличилась в четыре раза. Это связано с заболеваемостью ковид как среди пациентов, так и среди самих врачей. Об этом рассказали главврачи на пресс-конференции с журналистами. О том, как сейчас справляются с больными и ожидать ли спада, расскажем далее. Начало текущей недели стало пиковым по заболеваемости коронавируса. В детскую городскую больницу ежедневно поступает порядка 50 обращений. В первую горбольницу порядка 2,5 тысяч звонков в день. В связи с такой нагрузкой главврачи выбрали тактику оказывать помощь на выезде, чтобы пациенты не контактировали в очередях. Посещаемость в поликлинике, конечно, резко сократилась, потому что вирус, вирусная заболеваемость, она сейчас достаточно контагиозна, то есть вирус у нас распространяется достаточно быстро, поэтому основная задача – это, конечно, рассадить всех по домам, чтобы максимально дети перестали между собой общаться, и, конечно, это дало свои результаты. В комментариях под пресс-конференцией в Инстаграм некоторые ориенбуржцы написали, что невозможно вызвать на дом врача, а в поликлиниках большие очереди, например, на томографию легких. Ждать приходится несколько часов. Главврач 1-й городской больницы не отрисает нагрузки. По его словам, на сегодняшний день в среднем делают 220 исследований в сутки. Для того, чтобы сделать КТ и программу обработала одного человека, это мог рентгенолог, это прочитать, нужно не менее 20 минут. То есть вот из этого складываются очереди. Если раньше во время Дельты там было, наверное, процентов 80, пневмонии разной степени поражения, то сейчас это не более 50, а то и даже меньше. Медучреждения увеличили число ковидных бригад, однако и это не облегчило ситуацию. Врачи стали работать по системе светофора, где красные – люди в критическом состоянии, кому требуется срочная помощь. Желтые – те, кто могут подождать. Остальные же – зеленые. Могут так и не дождаться врача и проконсультироваться лишь по телефону, пока количество больных не снижается, и значительную помощь в работе сегодня оказывают студенты-медики. Очень много наших ординаторов, которые учатся два года, сейчас они работают у нас, как мы называем, в полях. Они работают у нас в поликлиниках, обслуживают вызовы. Все откликнулись, все вышли на работу. Нет такого, что вот я сегодня не пойду, я сегодня не выйду. Поэтому молодежь у нас замечательная. Оренбуржцы жалуются и на то, что не могут вовремя получить результат своего теста на ковид. Пациенты не могут дозвониться до своего лечащего врача, а тест приходит спустя несколько суток, когда результат становится уже неактуален. Делать прогнозы о спаде коронавируса врачи пока не решаются. Однако, на их взгляд, сейчас все лечебные учреждения переживают пиковые значения по заболеваемости и нагрузке на медперсонал. Ванесса Петерс, Илья Сальников, городской телеканал ЮТВ. Из бюджета Оренбуржья дополнительно выделят 200 миллионов рублей на лечение больных ковид-19. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор региона. Данные денежные средства пойдут на лечение пациентов, которые лечатся на дому. Средняя сумма на лечение одного пациента сегодня, по данным правительства региона, составляет более 2,5 тысяч рублей. То есть 200 миллионов будет достаточно для лечения 80 тысяч больных. Губернатор заявил, что сейчас пациентам выдают лекарства уже при первом обращении в медучреждение. Также доставка препаратов может осуществляться медработниками или волонтерами на дом. Жители Южного Урала высказались против складирования обезвоженного канализационного осадка вблизи поселка. И создали петицию в адрес президента. Также в документе они выразили недовольство по поводу задержки строительства цеха механического обезвоживания на месяц. В документе говорится, что предлагаемые правительством и водоканалом меры будут неэффективными, так как складировать обезвоженный осадок после переработки планируют на тех же иловых полях вблизи жилых районах, а не на специальных полигонах ТБО, как предполагалось ранее. Несколько дней назад в правительстве области сообщили, что строительство цеха механического обезвоживания начнется не позднее августа этого года. Жители выражают недовольство и по этому поводу обращая внимание на то, что в сентябре губернатор заявил, что к работам приступят не позднее июня. В эфире «Эхо Москвы» в Оренбурге автор петиции Елена Афанаскина пояснила, что это подорвало доверие к Денису Паслеру со стороны местного населения. И теперь жители надеются только на самих себя и, вероятно, на президента. По данным на 4 февраля, онлайн-петицию в адрес Владимира Путина поддержали более 260 человек. С набережной Урала может исчезнуть кафе «Юпитер». Эту точку общепита многие знают хотя бы по громкой музыке. На нее часто жаловались горожане, считая непригодной для семейного отдыха и прогулок туристов. О ликвидации нескольких точек общепита сообщил губернатор. Но, как выяснили наши корреспонденты, вопросы с собственниками еще не урегулированы. Далее тему продолжит Юлия Тюшевская. Вопросы проектирования исторической части города по-прежнему актуальны. Одно из очередных решений озвучил Денис Паслер на прошедшем заседании правительства. По его мнению, два торговых объекта – Евразия и Юпитер – портят облик любимого горожанами бульвара. Эту точку зрения поддержали многие общественники и урбанисты. Конечно, я обрадовался, как и все оренбуржцы, потому что эти два места – это два гнилых зуба, которые почему-то недоразумению возникли здесь в конце 90-х. И мешали не только прогулкам, но и общественное пространство еще с 19 века. Купец известный Беловк организовал, поэтому и называется Беловка. Но и нарушают изначальный вид на реку, поэтому, конечно, их нужно убирать. Мне кажется, здесь можно что-то поинтереснее построить, как-то благоустроить территорию эту. Мне больше волнует, чтобы набережная была набережной, чтобы действительно здесь были деревья, был парк. Я думаю, пускай лучше стоят они, эти здания. Ну, а куда молодежь будет ходить? У нас в Оренбурге и так молодым, ну, молодым в вашем возрасте, ну, куда вот вы пойдете? Несмотря на информацию о выкупе заведений у собственников, сами владельцы ее не подтвердили. Хозяйка точки общепита Юпитер в телефонном разговоре сообщила, что органы власти с ними не связывались. Что будет на месте заведения общепита, пока неизвестно. Проект только разрабатывается, а реализовать его планируют к 2025 году. Юлия Тюшевская, Илья Сальников, городской телеканал ЮТВ Госжилинспекцию Оренбургской области возглавит Алексей Кузьмин. Ранее он занимал пост главы Солилецкого городского округа. В настоящее время он будет руководить ведомством в статусе исполняющего обязанности. Официально пресс-служба правительства о назначении не сообщала, однако на сайте ГЖИ информация уже опубликована. Напомним, что Кузьмин сложил полномочия в декабре прошлого года, когда состоялись новые выборы главы. На посту мэра его сменил Владимир Дубровин. Теперь в Госжилинспекции он будет заниматься контролем за деятельностью управляющих компаний. 4 февраля во всем мире отмечают День борьбы с раком. Лечение злокачественных опухолей – одна из основных задач медицины и нашего региона. Потому как их обнаруживают у сотен жителей Оренбургской области. О чем не стоит забывать при лечении онкологии и как предупредить ее развитие, расскажем далее. В июле 2021 года Дарье Петраковой поставили диагноз «рак молочной железы». Женщина считает, что опухоль образовалась из-за стресса и регулярных переохлаждений под кондиционером на работе, с которой ее заставила уволиться руководитель, узнав о диагнозе. В больничном нашей героине отказали. Затем 8 курсов химиотерапии, операция и таргетная терапия. Как утверждают врачи, лечиться придется еще 14 месяцев. Но Дарья не унывает и намерена победить болезнь. Морально на самом деле это очень-очень тяжело. Для меня, когда поставили диагноз, для меня, наверное, это был страх панический, потому что у меня дочке 3 годика, я в одиночку воспитываю ее, мужа похоронила. То есть у меня на нервной почве, в принципе, вот это вот все заболевание выявилось. Но я думаю, что я с этим справлюсь, и оно уже будет легче бороться с поддержкой с такой. Но меня друзья тоже поддерживают постоянно, то есть какие-то прогулки, что-то как-то. То есть, чтобы эмоционально получать родственники, все рядом со мной, все поддерживают, меня не отворачиваются. Проверить свой организм можно в первичном онкологическом кабинете. Таких на территории Оренбургской области 52. Они есть практически в каждой больнице. Заболевшие раком отправляются в онкодиспансеры, которые располагаются в Оренбурге, Орске и Бузулуке, или Оренбургскую ОКБ номер 1. Лечение в них начинается не позднее, чем через неделю с того момента, как человеку поставили диагноз. Чтобы шансы на выздоровление были высокими, важно обнаружить онкологию на ранней стадии. Главный врач Оренбургского онкоцентра Лев Кудяков рекомендует периодически проходить диспансеризацию и проверяться в первичных онкологических кабинетах. Профилактикой, ранней диагностикой, как раз вот это вот заподозрить развитие каких-то процессов нехороших, быстро обследовать и направить уже к специалистам-онкологам – это главная задача первичного звена. И, в общем-то, от работы первичного звена в первую очередь зависят уже все остальные последующие этапы. Врачи онкодиспансеров отмечают, что устранять злокачественные опухоли довольно сложно. На последних стадиях приходится применять комбинированные подходы. Нельзя говорить о том, что только хирургическим методом лечения после этого пациент может поправиться и быть здоровым. Кому-то необходимо выполнение хирургического лечения, а потом проведение циклов химиотерапии. Кому-то нужно хирургическое лечение и проведение в дальнейшем лучевой терапии, либо наоборот. При лечении рака важна не только медицинская составляющая, но и психологическая. Поддержка со стороны родных и близких, а также тех, кто болезнь уже победил. Организацией моральной и правовой помощи в Оренбурге занимается ОНО Созидание. У нас есть чаты, где оказывается именно правовая помощь, либо просто происходит общение. Бывает, что человеку некомфортно, он старается как можно дальше отстраниться от своего диагноза и обращается только по мере надобности. На сопровождении сейчас порядка 150 человек. Конечно, сначала, когда мне в лоб сказали такой диагноз, я его не ожидала. Здесь земля ушла из-под ног. Когда я лежала уже в больнице после операции, девочки появились перед моими глазами. Вот как раз наши организации, они помахали мне ОЛСУ, все хорошо, вот смотри, мы живы, здоровы. Мы прошли все то же самое, что ты проходишь. И для меня это было таким, ну как, большим вдохновением, что ли. Я поняла, что есть люди, которые выходят в ремиссию, которые живут с этим. Тем, кто борется с раком, ОЛСУ Юскаева желает сохранять оптимизм и ни за что не сдаваться. Женщина уверена, что ей удалось победить опухоль не только с помощью врачей, но и благодаря поддержке. Получить дополнительную помощь вы можете в Организации Созидания. Контакты на ваших экранах. Короткометражный фильм Оренбургского режиссера представили на сцене кинотеатра «Сокол». Над фильмом работали не профессионалы, а любители киноискусства. О том, как проходили съемки и какие планы у команды, расскажем в следующем материале. Прости меня, сестренка. Короткометражная картина «Нокдаун». Снята оренбургским режиссером Романом Галентовым. В ней приняли участие актеры-любители. По словам самого автора, все было как в реальном кино. Поиск героев через кастинги. Выбор наиболее подходящих площадок для съемок. И сам процесс создания картины, навсегда вошедший в биографию ее участников. Основной смысл в том, что мы все получаем в жизни удары. Как раз в фильме здесь у нас показано, что боксер получает нокдаун в жизни и в ринге. Параллель как бы проведена. Всего лишь за полчаса обычные люди, погруженные в творчество с головой, показывают зрителям, какой может быть судьба человека и как важно вовремя одуматься. Главный герой, которого играет Александр Монахов, профессиональный боксер. Чтобы овладеть всеми навыками этого спорта и максимально реалистично сыграть роль, актеру-любителю пришлось постараться. Индивидуально занимался, плюс были еще тренеры. Два человека, которые меня как бы чуть-чуть подтягивали. Ну, занимался я где-то 4 месяца. Замечательные впечатления. Главное, что он сделан с душой. В том плане, что очень дружно. Видно, что люди вкладывались, несмотря на то, что не профессионалы, но и играли. Но сыграны, думаю, замечательно. И для первого раза это просто супер. Стоит отметить, что презентация фильма была приурочена к еще одному знаменательному для Оренбурга событию. Создание новой киностудии «Роль». Сейчас открыты кастинги на участие в нескольких проектах. В жанре криминальной комедии и философской драмы. Юлия Тюшевская, Илья Сальников, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей на нашем сайте ЮТВ.ру и инстаграм-аккаунте ЮТВ Орен. С вами была Анна Костина. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин